На бессрочную голодовку 6 из 9 ранее заявившихся участников вышли в хорошем настроении и конкретной задачей получить до вечера средства, недовыплаченные им по региональной программе компенсации процентов по ипотеке. Это примерно по 100-200 тысяч на каждую семью. Сколько уже получили денег из бюджета, участники акции оставили в секрете. При себе остались и заготовленные плакаты с лозунгами. Развернуть их не дала полиция. Акция оказалась вне закона. В данный момент ваша незаконная акция подпадает под административную ответственность статьи 20.2 административного кодекса. Если вы сейчас это все примете и поймете все, разойдетесь, то данная акция, можно сказать, закончена. Если вы будете продолжать свою акцию незаконную, то к вам будут приняты меры административного характера. Доводом полицейские голодающие не вняли. Рассказали, положенных компенсаций они не получали уже год. До этого программа работала исправно. Перебои с выплатами начались с 2013 года. Сначала наводнения, потом кризис объясняют власти. В этом году бюджет региона недополучил более 1 миллиарда доходов. Долг перед 4 тысячами участников программы сегодня 800 миллионов. Власти просят об отсрочке. От своих обязательств субъект, от ранее принятых обязательств субъект не отказывается. Все принятые обязательства будут исполнены в полном объеме. Для того, чтобы осуществить выплаты, правительству нужно время. Начать выплаты обещает с февраля 2016 года. По поручению губернатора 100 миллионов на эту программу в бюджет уже заложили. Однако активисты не хотят идти на компромисс и ждать, как все остальные. Они требуют денег вне очереди. То, что из-за их ультиматума могут арестовать счета соцзащиты и льготники, инвалиды и ветераны в общей сложности 370 тысяч амурчан останутся без выплат, их тоже не волнует. О инвалидах, малоимущих и детях должно заботиться правительство. Почему они перекладывают свои заботы и проблемы на нас? Почему мы должны их проблемы решать? Мы боремся только за свои права, за наши деньги. Бороться за свои кровные дела достойное. Однако в данном случае компенсация все же больше приятный бонус, а не единственное средство к существованию. К тому же за организацию незаконной акции участникам придется ответить рублем. Размер ответственности определит суд. Его заседание отложили до того момента, как активисты найдут адвоката.